Телерадиоканал Страна ФМ 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 у которых непростая и очень интересная история потому что мне кажется твой пример показатель для всех кто хочет чего-то добиться я думаю да потому что я очень нравится диалог этих двух дам около меня сегодня послушай пожалуйста а у тебя это знать я просто вам переведу маша спрашивает у вики а у тебя правда тоже нелегкая судьба да маша как у тебя давай похвалим ну давай амиша просто посидит послушать не проблема следующий вопрос не знаю как ты пришла в актерскую карьеру пришла вот совершенно случайно можно сказать ну как не случайно потому что я хотела этого с детства но случайно в том плане что совершенно нету никаких родственников никаких друзей знакомых связи совершенно никого и даже далеки просто от творчества люди и странно что я как бы захотела этого потому что не было никаких примеров никаких ничего кроме прекрасных советских фильмов и и музыки исполнителей актеров я ничего не видела то есть это была твоя мечта правильно вик с детства а именно актрисой хотела быть или стать в принципе известной а не хотел быть именно актрисой то есть я смотрела на актрис смотрел фильмы поражалась тому как они это делают и мне хотелось также вот но более осознанно я это поняла в классе девятом наверно это только потому что ну как обычные люди которые живут в среднестатистических семьях учатся обычной школе и так далее считают что по крайней мере раньше это было лет 10 назад что как бы актеры это какие-то не обожители это что-то запредельно и даже не знаешь куда попасть совершенно вот но когда моя одноклассница снялась в рекламе я поняла что это возможно и я сразу узнал у нее контакт агента здесь очень важно в рекламе чего что на тебя производит такое впечатление чупа-чупса по-моему о ну это я не знаю в общем ее мама таскала по всяким там кастингом и прочим и она где-то снималась и когда это я поняла что это возможно что обычные люди могут совершенно спокойно сниматься я поняла что да пора действовать а тебя кстати мама таскала по кастингам то есть ты была таким рекламным ребенком вообще ни разу нет не связано с этим вообще вику мама таскала с кастингом и я это любила я всегда пела танцевала изображала то есть это во мне было изначально но вот конкретно так вот теленаправленно пошла уже с девятого класса что так а смысле накиваешь головы как бы ты присутствовал а я тебя я во первых кое-что знаю потому что мы знакомы а во вторых то есть у меня же внутри вот вот эта цепочка становления виктория как актриса она складывается потихоньку и тут мне интересно вот был девятый класс то есть это был переломный момент тебе не отговаривали родители галида зачем это нужно нет говорили все нет они не отговаривали но они никогда не верили в то что это возможно что я что-то могу что я я вика клинкова какая-то там может быть актриса это так странно потому что ты внешне полностью сложилась абсолютно для кадра мне кажется начинается эти элементы женской дружины такая хорошая я вам переведу что значит слава у женщин потому что многим да например там девчонок вот это нескладно и непонятно это не культурно и горит у тебя ничего не получится тут все понятно но у тебя не кажется совершенно противоположная а потом бах фильм чучело и все на самом деле даже моя учительница говорила что 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 моя что моя внешность самая обыкновенная ничего особенного меня не получится и ну как бы то есть все все говорили против но я верил но ты знала ты верил перед тем как войти в студию вы точно виктория клинкова да потому что по внешности то есть меня вообще никто не узнает да моя бабушка говорит что у меня очень разная внешность что она там не знаю при каждой встрече при на каждой там фотографии разные фотосессии я совершенно по разным выгляжем я не узнать я кстати подписываюсь под этим то что я видел много твоих фотосессий видел тебя без фотосессий я кстати я это не секрет абсолютно мы с викторией соседи прям соседи в натуральном вот в этом смысле слова когда я в гримёрке хотел не обсуждать это нет нет мы живем в одном элитном жека на юго-востоке столицы там вообще мы с рублевки при у нас квартал нас нет связи послушай один раз когда меня увидел викторий когда мы как раз с ней познакомились виктория подумала что я просто алкач соседнего дома понимаешь в синим спортивном костюме да да потом бах и мы сидим здесь на телевидении понимаешь обсуждаем карьеру друг друга а внешности мишу твою внешность сейчас затронул но не а теперь скажи внешность помогает все-таки в контроль или да помогать или надо быть какой-то вот не такой как а вот и тогда будет все круто сейчас непонятно сейчас как раз мода пошла на самых стран вот и я самый странный самый такая внешность необычная чтобы там уши большие там да 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 но заикаешься на дикция что-то но когда я начинала как раз нужны были такие вот симпатичные девочки барби как я собственно но моя первая роль вот как раз приколах на переменке на канале дисней это вот та я попала прям вот туда куда надо но это же только касается актрис но не актеров у актеров то есть не та история да просто скажи мута так стойте давайте так я видел как я задумалась слушаем мутыку готовим ответ и возвращаемся к нам пацаны будет востребовано телерадио канал страна фм ну что ж дорогие друзья мы потратили эту минуту на то чтобы удостовериться что да действительно у нас сегодня в гостях виктория клинкова российская вот это молодое подрастающее поколение новых суперзвезд ваш новая да майк войс вот кстати мне нравится какую тему мишка ты сейчас затронула вот это подрастающее молодое поколение тот нет вот этот будет как сейчас ты расскажи пробиться как стать актером востребуем что для этого можно я дополню где может быть нужно поучиться смотри для тех людей может быть они были другой профессии но вот вдруг их переклинило они поняли да мы хотим действительно попробовать важное важное дополнение важное дополнение к этому же самым вопросом что недавно только здесь был вот на этом самом стуле под напряжением крыжный по прозвищу банан да твой коллега твой коллега и у вас очень похожие истории никто не готовился ни к чему родители не из искусства не вот эта вся богема кого не продвигал вот эта стезя вот эта линия движения та же самая это тренд я не знаю сейчас на самом деле появилось гораздо больше возможностей попасть там в телик или в кино чем раньше вот правда отвечаю потому что сейчас куча курсов актерских где есть какая-то тусовка например например вот я знаю на меди есть я не знаю как она называется окей на курсах она чуть меньше заплатила за рекламу маши и вики поэтому мы не можем вспомнить точно рекламировать и все собственно вот эти возможности того что сейчас больше возможностей гораздо и ты можешь не иметь никакого образования актерского и ничего не можешь иметь но ты можешь спокойно пройти кастинг фильм и спокойно сниматься сейчас мне кажется такая тенденция что наоборот если ты где-то учился то люди там режиссер пытаются избавиться от этих штампов типа если ты учился ты заштампован а вот сейчас такая тенденция чтобы ты был вот натуральным естественным живым такой это немножко другое это немножко другое это не то что где ты учился не важно как раз не важно где ты учился сейчас вообще может и нигде не учился или учился каком-нибудь там саранске но не важно извините дорогие друзья мои сейчас это просто тенденция того что мы отходим там не знаю ну как ну я так считаю что отходим немножко от станиславского и все эти прочие школы да и сейчас что-то другое наступает я сама еще не ащу не нащупала этого но сейчас максимальный натурализм то есть никаких образов никаких вот этих гротесковых таких вещей то есть ты это ты такой какой то есть актер без гмо назовем это да смотри но мне это не нравится я не нравится нет но подожди а в инстаграме сейчас же на самом деле идет такая фишка что если ты очень популярный человек в инстаграме ты до этого был неизвестным актером ты вообще нафиг никому не нужен был но вдруг ты выстрел стал популярным блогером ты всем рассказал о том какой ты есть настоящий и тут тебя начали годами сейчас сериал на тнт новый я работаю сейчас жене куликом куликом в общем кудрявый парень подожди я худею сейчас не будем работать этот пример когда ну не только да блогер и стал сниматься работать в кино а ты не хотела по этому пути также идти развиваться развивать свой инстаграм аккаунта миллионных подписчиков я говорю как будто мне 70 лет тогда таких путей не было тогда но сейчас окей да мы напоминаем что виктория 38 все еще впереди в карьере не так не хочу я не хочу просто профессионалом вот и все это вот все что о чем сейчас говорили вот и про инстаграм и про красоту это все равно со стороны женского искусства я все равно вернусь к этому вопросу у нас есть традиция чтобы стена маша всех наших стендаперов кто бы к нам не приходил спрашивает истории успеха и потом записывать я просто все это вижу в гримерке но настала маша моя очередь я мучаю этим вопросом в личном в личном не дай мне вступить в личное наше общение когда я снимусь в кино ты уже у меня на телеканале не у меня смысл а подожди ты что делать пацанам вот ну мы некрасивые взять нас ничего на самом деле просто мужских ролей всегда было больше и актеры мужчины всегда в тренде в моде и всегда они нужны и во всех театральных на там не знаю на курсе всегда там допустим допустим 20 человек мальчиков и 5 девочек понимаешь да разница о которой говорит конкуренция бешеная о том что мужчины всегда и всякие нужны и важно мне пришло в голову аналоги даму уж извините ради бога ровно так же вот мужчины актеры востребованы в порно-бизнесе понимаешь баб вот столько понимаешь а вот настоящих порно актеров ну а смотри ну а в голливуде вот риза уизер спун она же специально создала продюсерский центр где она принципиально снимает те фильмы где девушки в главных ролях вот у нас кстати такой истории еще нет я абсолютно согласна что большинство ролей главных именно в кинофильмах это мужские и в литературе тоже в литературе если ты меня слышишь если ты видишь и понимаешь по-русски я готов сыграть женщину спасибо прекрасно парик пожалуйста для этого а ну а что лысо кстати крепкий орешек почему нет может быть будет наш современный карьер русский я хочу вернуться все-таки к тебе и начать с того что сейчас в интернете очень много написано о том что ты такая популярная модель что ты начинала именно вот с этой деятельности которая привела тебя уже там в кино и сериала расскажу я в общем а просто когда листаю о себе всякие там сайты сайты это бывает каждый вечер я тоже перелистываю когда я залезаю на что вбиваю викторию клинкову вылезает две виктории клинковой а кто еще и вот вторая как раз модель и все ее заслуги бедная девочка приписывают мне я не модель а она круто слушай ты могла бы пользоваться ее заслугами и заодно да ребят но еще и модель давайте приглашайте с моим ростом моделью быть нельзя и я особенно не не значит не держу тело в такой прям форме форме чтобы нет но это было да это было прекрасно это было прекрасно раз а во вторых поскольку у нас сейчас 20 секунд до песни я выскажусь вы мне ничего не отвечайте вот эти вот тренды девчат завязывайте у меня не тот рост я не так держусь сейчас вы знаете модельный бизнес так же как и кинобизнес открывается для всех сейчас и сайз плюс даже кто у нас сейчас из последних решил волосы не убирать на фотографиях это странный вечер на стране друзья мы рады всем кто только что присоединился подключился к нам здесь как всегда маша новая майк войс сегодня потрясающая гость виктория клинкова но давайте уже отойдем от сериала физрук вот вик тоже говорит я не только пупов у меня еще куча я еще и подмышка проекта давай поговорим о твоих других проектах где ты снималась вот а которых вот тебе вот самой хочется хорошо во первых хочу сказать это тоже было давно но был в моей фильмографии фильм зеленая карета это фильм с в главной роли с андреем разликиным снял это замечательный мой любимый олег осадулин вот это драма это был первый мой полнометражный фильм который выходил в кинотеатрах который был на кинотавре у меня там роль небольшая но по крайней мере как бы я вот у меня сердце засел потому что ну у нас такого кино давно не снимали и не снимают и наверное уже не снимут века действительно нет я надеюсь что снимут но вот это был такой вот первый какой-то такой воздух вот последнее что вышло это сериал обман канале россии он сейчас идет нет он уже прошел к сожалению да я слишком поздно он шел буквально там вот в начале и июня вот 12 серий я там играла с насти панины с насти панина мы играли физруке в этом сериале мы играли сестер но естественно это была такая роль тоже такой сучки у у нас или у тебя у тебя у меня у тебя насти панина всегда играет доброжелательных женщин с нашим зрителем слушали насти панина играла физруке главную правильно и женскую роль да она играла училку нашу вот а тут мы играли сестер но у меня такая значит сучка которая ради своей мечты готова на все переступить через все и через сестру и через все вот достигает то есть ты не играл просто вот просто да нет так вот я хочу сказать о том что мне такие роли конечно уже надоели потому что я в жизни совершенно другой человек я очень наивная добра и и мне хочется такое играть у тебя хочется быть главной героиней которая именно положительная правильность а чтобы ее любили чтобы да чтобы вообще про любовь было много у меня пока про деньги много тем ну слушай а может быть это и неплохо наоборот ты знаешь только только таких пробивных ваша остальных стержнем ваша чуть постарше тебя вика может послушать старший подруги совет это нормально ты потом все поймешь да мне всегда говорят что это гораздо интереснее смотреть да вот такой характер конечно но вот мне совсем хочется перебороть вот эту вот историю и я я смогла это перебороть но к сожалению этот сериал будет только на украине идти он интересный про цирк я сыграла там главную героиню воздушную гимнастку это был такой потрясающий опыт на самом деле я счастлива суши воздушную гимнастку но так же ты и гимнастку играла в фильме чемпиона быстрее выше сильнее а ты в детстве занималась гимнастикой или нет просто у меня до сих пор еще есть какие-то навыки оставшиеся причем только с института то есть у меня была акробатика и в общем такая нагрузка и после этого я могу что-то делать поэтому меня собственно на спортивной роли фляки-флики там все эти перевороты кульбиты ты все это умеешь делать ну не все серы не все на лаговаренах у нас были дублеры а так что да у нас были дублеры которые меня мой мир рухнул если нас смотрят братья запашные вы знаете куда звонить дорогие друзья я могу быть укротительница тигров круто укротительница это хорошо а я знаю что михаил сегодня к нам не с пустыми руками пришел что-то приготовил да что-то приготовил это не торт и это не торт это бумага пятница будет в пятницу ты же знаешь в пять сумасшедшие рождения у меня я стану на год старше зачем ты мне напомнил тебе будет снова 18 лет ну что ж у меня есть вот такая нарезанная бумага ибо бумаги мне никогда не было жалко для нас дорогие друзья здесь у нас написано с другой стороны пословицы пословицы на русском языке наши с вами пословицы обожаю пословицы я должна угадать там что-то если бы если бы если бы если бы у нас есть помощник в этой игре маша поэтому потому что я на этой неделе готовлю и готовлю игры и маша соответственно ничего не знает как обычно это делаю я на ее неделе итак в ее неделе а ты должна рассказать те же самые пословицы но антонимами и от этого будет зависеть успех маша сегодня угадает она или нет что-то антонимы может люди сейчас едут за рулем что-то допустим если там написано белый надо говорить черный если там написано бог надо говорить дьявол и так далее и так далее справедливость справедливость правда ложь у нас есть какое-то время ограничения у нас нет у нас абсолютно нет никакого гражданин я посмотрел на тебя и понял что теперь не нужно никакого ограничения пожалуйста вытяни поехали век но я не гарантирую что я знаю все эти пословицы поэтому как бы ну что ж будем надеяться на лучшее на дьявола на дело это значит на бога как сказал михайл на бога не надейся сам не плашать как быстро давай сразу давай пословицу так хоть не интересно будет а давай две ничего страшного в громком а в тихом обучи черти водятся Ес! Ты профессионал, работал. Молодой человек. Враг хуже старых четверых. Молодой враг, а это значит, а, дорогой друг, а, старый друг лучше новых двух. Мне очень понравилось, как Антониум. А давай я, Вики, давай я, Вики, загадаю. Я же тоже ни черта не знаю, что ты там приготовила. То есть двух четырех это нет? Нет, нет, это не Антониум. Не важно. Двое четыре это не Антониум, что мы говорим. Слушай, а я вот не знаю, что Антониум к этому слову. Спасибо, наконец-то. А то что-то вы как-то пошли, хорошо. А, ладно, давай суп. Ну, предположим. Ну, предположим. Каша. Да, значит, кашисты пора. Нет, подожди, а вот это. Хорошо, значит, суп бревном вылечишь. Суп бревном вылечишь. Вообще не вряд ли, Вика. Да, не вряд ли, я походу. Не так, не так, суп маргарином. Маргарином. Ну, это почти то же самое, это не Антониум. А, кашу, кашу, масло, сейчас как это звучит, господи, я забыла. Да, ну, в общем, что-то маслом не сваришь, с маслом не сваришь. Только выручишь, сделаешь лучше. Сделаешь лучше. Не сваришь, я понимаю. Правильно, конечно. Не испортишь, чтобы. Каши, кашу, маслом не испортишься. Твоя очередь, давай. Нет, слушай, у меня лучше угадывать, короче, получается. Я буду угадывать. Я уже прочитала, спасибо. А, ты прочитала? Молодец. Да еще. Прекрасно. У страха глаза великие, можно мне еще плюсик вот этот тоже в мою копилку? Значит, спокойные кошки. Это, значит, безумные собаки. Нет? Собаки? Трастные яркие собаки. А как к числам, Антон, ну, то есть. Да. Ой, хорошо смотреть, когда я придумал игру. Что-то про собак? Эх. Да. Что-то про собаки. Яростные собаки. Ноли километров. Сто километров. А сто миллиметров. Яростные собаки сто миллиметров бегут по кругу. А есть такая пословица? Да, именно про яростных собак и сноми. Мне кажется, это анекдот про блондин. Ну, давайте, давайте, нормально, нормально, мне так нравится. Ну, давай-то угадаем ее. Ну, в общем, в общем, ноли километров и внутрь. Крюк. Прямо. А, если крюк, то это значит прямо, точка. Нет, это... Нет, это прямо, не сворачивая. Очень надеюсь, что у нас скоро будет уже музыкальная пауза. Мы только расскажем, чем завершилась эта игра. С прекрасной, с ужасной. Коровы? Худышки? Хоть... А, с этой. И на кусок. Да, хоть фаршивой собаке, там что-то хоть шерсти клок. Нет, с фаршивой собаке. Не собаке, не собаке. А это... С фаршавцами! Да, овцами! На этом мы завершаем эту игру. Давайте отдохнем немножечко. Телерадиоканал Страна ФМ. Ну, наконец-то я дождался. Да, ты так посмотрел, думаешь, что я не буду... Что, я анимел, что ли? Да нет, нет, ты дождалась. Я представляю всех еще раз. Виктория Клинкова, Машнова, Майк Войс. Просто заговорились мы, друзья, за эфиром, потому что обсуждали с Клинковой сейчас своих соседей. Всем кости перемыли, дорогие наши соседи. Вот теперь можно возвращаться. Ну, кстати, не только соседи обсуждали, и хорошие фильмы. Вик, можешь вот сейчас дайджест пятерку своих самых любимых фильмов или что-нибудь из современного, да, из актуальных? А это не совпадает? Нет, что посмотреть нашим зрителям и слушателям. Я знаю, что ты прям... Так, сегодня я посмотрела «Лето» Кирилла Серебренникова. Советую сходить, потому что атмосфера того времени поймана. Замечательный, красивый кадр. Рома-зверь. Просто классный. Рома-зверь? Классный. Снимался, да? Да, он играл известного музыканта. В общем, это потрясающе. Круто. Вот. Вот. Еще. Значит, второй фильм. Ну, я в основном смотрю советское кино, обожаю, и поэтому... Это прекрасно. И голосуй за КПРФ. Служебный роман сейчас пойдет? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, это такие, это на общее обозрение. Я другие люблю. В общем, обожаю фильм «Детский мир» с Натальей Гундривой. Обожаю просто. Никто его не знает практически. Вообще. Он такой очень... Наталью Гундриву обожаю, актрису. Просто. Да, я ее обожаю. Это моим просто... Посмотрим. Так, записали. Второй. Значит, окей, «Зеленая Миля». Ага. Недавно посмотрела, господи, сейчас вспомню, «Излом времени» Диснеевский. Ух ты. «Излом времени». Да. А, подожди, «Сриз» как раз-таки «Визерсфон». «Сриз» «Визерсфон», да-да-да-да. Это из «Опрай Уинфри». Да-да-да-да. Тебе понравился? Да. Да, он красивый, очень красивый. У меня другое мнение просто, друзья, по этому фильму. Ну, это круто, что нам по-разному абсолютно. Да-да-да. Круто. И, ну, это я так сейчас из головы, из балды. И «Карп отмороженный», который с «Френдлих» и «Не еловой». Просто потрясающий фильм из последнего. Супер. Я рекомендую. Ты не смотрел ни один из этих фильмов? Да нет, смотрел «Карп». Ну и, конечно, мой любимый фильм «Зеленая карета», в котором я играла, я просто советую всем это смотреть обязательно. Это да, это шедевр, друзья, вот именно это. Остальное все так себе. Потому что там про людей. Да. Да. Надо смотреть такое кино. Это самое главное. Ну, а вот мне, кстати, интересно, Миктория, ты еще не замужем, правильно? Нет. Да или нет? Нет, нет, нет. Все, значит, интернеты, как говорит Миша, не врут. Ну, скажи, вот ты себе видишь идеального мужчину, он будет из твоей же актерской тусовки или он должен заниматься противоположным каким-нибудь действием? Я думаю, что он должен находиться в творчестве в любом случае, потому что если он будет из совершенно другой профессии, мы друг друга просто не поймем. У вас должны быть общие интересы, правильно? Вы должны смотреть и любить одни и те же фильмы. Да, он может быть режиссером, продюсером, не актером. Вот главное, не актером. Вот это правильно. А почему же? Потому что два актера в семье – это ужас. Один-то проблема. Почему, почему ужас? Ну, потому что, когда… Ну, это редкий случай, когда нормально находят общий язык, потому что если один актер не востребован, а другой востребован, это зависть, это всегда какое-то… Даже между родными людьми? Да. Ну, это просто… Это тяжело пережить. Ну, да, наверное. Фанатики, люди фанатики, они как бы не различаются, родной, неродной, как бы… А тогда другой вопрос, а по поводу творчества, то есть какие сферы могут… Творчество – это что? Ну, то есть… Я говорю, может быть, он режиссером, продюсером, оператором… А художником, дизайнером. Все, что вот связано примерно с этим. А если он просто очень творчески классно зарабатывает деньги, у него сеть чего угодно? Нет, нет, нет. Дан-дан-дан-дан. Кто-то намекает сейчас. Просто заработает. Просто как, да, чисто гипотетически. Я общалась со многими людьми из не моей профессии, даже не связанной с творчеством, совершенно невозможно. Ну, когда человек тебя не понимает и не может с тобой поговорить о Тарантино, например, то… О чем с ним вообще разговаривать? Ну, не получится просто связь. Нет, я тебя прекрасно понимаю. Я на самом деле абсолютно такого же мнения. Я сама человек творческой профессии, и я себе, вот мужья, представляла только творческого человека. Что ты на меня так смотришь? Мне просто удивительно, девушки, что вы еще в своем возрасте не видели умных людей, просто не из других профессий, которые знают и Тарантино, и прочее. Миш, интерес, кстати, все меньше. И за 40, и мы за 40 уже. Да, у меня следующий вопрос. Вот как раз-таки мы с тобой вот сейчас в перерыве говорили, что ты еще и служишь, правильно говорить? Служишь в театре. Да, но я не служу в театре. Я напрягся, да. Я работаю по проектам, то есть я не в конкретном репертуарном театре. В антрепризе? Да. У меня сейчас одна реприза с сентября будет. Конечно, это будет звучать, наверное, смешно, но может быть. Давай посмеемся. Я просто играю в сказки. Круто, ты с ней гурочку играешь? По Андерсу. Ну нет, я играю принцессу капризную. Называется «Принцесса и свинопас». Прекрасно. Ты хотела такую роль? Да, потому что я в детстве не сыграла ни одной принцессы, поэтому как бы сейчас вполне себе я готова для детей, для детишек маленьких спектакль будет идти с сентября. По городам будем ездить, по Подмосковью. А тебе что больше нравится? Работать на сцене? Ну, то есть вот это живые, живой какой-то отклик аудитории или же все-таки фильмы, сериалы, кадры? Я без театра умру. Серьезно? Да, то есть мне необходим вот этот вот как раз энергетический обмен. И вообще на сцене все по-другому, нежели в кино. Ну подожди, на сцене что нужно? Там нужен посыл, правильно? Должен быть поставлен голос. Там надо все, конечно, делать гораздо больше, чем ты делаешь это в жизни. Немножко гиперболизировано, да? Да, да. И это я люблю. Там можно создавать образы такие яркие, мощные, такие маски целые, которые нельзя сделать в кино. Ну и плюс литература, которую можно воплощать гораздо более интересно, нежели в кино. Ну то есть в кино это вот как в жизни практически. А, ну да, да. А на сцене там фантазия улетает, ты можешь все, что угодно делать. Но у тебя есть какой-нибудь такой роль, образ, который ты мечтаешь просто сыграть? Я знаю, многие там Афелю или там ребята все Гамлета хотят сыграть. Есть у тебя такой персонаж, который ты прям горишь? Конкретного, наверное, нет, потому что какую бы книгу я ни взяла, я нахожу в любой какого-то персонажа, который мне хотелось бы сыграть. Каренина. Каренина, ну, Каренина я, наверное, не дорасту пока, и вообще я не ее тип. Я не тип Каренины, как бы, это совсем не мое. Скорее Китти из Анны Карениной. Или Долли я бы хотела бы сыграть, но это уже позже, когда я... Война и мир. Война и мир, ну, Наташа Ростова, конечно. Да, наверное, мое, но вот, кстати, не хочу ее почему-то, она для меня не... Не знаю, мне... А я смотрю, ты как, вот образ у тебя капризный такой, принцессы, так, наверное, и по жизни. Капризная ты, девчонка? Я немножко капризная, да, не знаю, отчего. То есть ты выбираешь, выбираешь. Так вот это я хочу, вот это я не буду, вот это вот можно, да? Ну, это естественно, мне кажется, это не каприз, а это просто фильтр. Вот, Миш, понимаешь, это нормально для девушек. Подожди, а я когда-то говорил другое? Нет, он просто всегда, надо брать сразу, нельзя отказываться, надо сюда-туда. А мне кажется, мы, девочки, можем себе немножечко позволить где-то что-то там, где-то отчего. Мы можем немножко подкапризничать. Ну, пока нет, надо будет что-то вставить, я скажу, вы говорите. Да, твой любимый вопрос, а точнее даже не один, да. Ах, вот, дорогие друзья. У нас есть такая традиция, блиц-опрос называется. Пришло и мое время, наконец-то, вы прослушали про театр и Гамлета. И так думать не надо, собственно, как и всегда в этой телевизорной передаче. Ой, боюсь, не так ответила. Сразу надо отвечать. Для меня самое важное в жизни? Любовь. Идти по жизни с юмором это? Это классно. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делала? Я бы была королевой. А ты 2018? Какой? 2018. Ой, я бы летала на каком-нибудь воздушном судне. Когда будешь такой же креативной, умной, красивой, но уже старой, ты скажешь своим праправнукам? Что то, что было, было круто. Если бы не юмор, ты бы сейчас? Я бы умерла. Если бы одной шуткой, Вика, можно было спасти жизнь человеку, мне или Маше. Ну, давай Маше, зачем мне? Что бы это была за шутка? А, прекрасная шутка, Вика! Это, Виктория Клинкова, вопросом всегда заканчивается. Друзья, это у нас сегодня Виктория Клинкова. Спасибо, Вика. Спасибо. Спасибо. Телерадиоканал «Страна-ФМ» Спасибо.